Мы попросили присоединиться к нам политолога Дмитрия Орешкина, который уже с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте, спасибо большое, что вы нашли время. Здравствуйте. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Всегда рады. Дмитрий, скажите, пожалуйста, насколько эффективна сейчас российская пропаганда? Насколько вот это все бесконечные телеграм-каналы, рутуб-ролики, телевизионная классическая пропаганда, монополизированный рынок СМИ, насколько сейчас они эффективны? Делают ли они действительно людей сторонниками Путина, сторонниками войны и всем, что с этим связано? Ну, судя по результатам минувшего полугода, достаточно эффективны. Другой вопрос, что именно сейчас происходит? Потому что многие аналитики, и я в том числе, говорили, что где-то к осени начнется протрезвление у значительной части российского общества, но оно же не будет одномоментным. Но мы наблюдаем, как эффективность вот этой славной гвардии снижается. Это видно как минимум по двум параметрам. Иностранный агент по имени Левада-центр, один из лучших, а может быть единственный независимый социологический центр, крупный из оставшихся, фиксирует такое важное явление, как снижение интереса граждан к тому, что происходит на Украине. Если весной, в марте, в апреле, около 70 и больше процентов говорили, что они с напряженным вниманием следят за тем, что происходит на поле боя, то к осени это число упало вдвое. Что это значит? Это значит, люди видят, что победных новостей как-то не слышно и не видно. Но признать, что их обманывали, признать, что эта операция находится в тупике, для этого требуется очень четкое и, я бы сказал, сильное мышление. Индивидуальный человек может такой шаг совершить, понять, что он ошибался. Бывает такое, хотя редко. А общественное мнение практически никогда. Общественное мнение ищет комфортных условий для себя. Признать, что оно ошибалось, оно не готово. Оно готово забыть то, что оно раньше говорило и думало. Но это другая история. И вот этот ширмак, за который оно прячется от реальности, называется «мне неинтересно». Я по-прежнему поддерживаю Путина. Он молодец. Ему виднее. У него, наверное, есть какой-то хитрый план. Но поскольку я не вижу наглядных подтверждений вот этим победным ожиданиям, я просто говорю себе, что я за этим не слежу. Мне это неинтересно. Отстаньте от меня, пожалуйста. У меня куча своих проблем. Это первая составляющая. А вторая – это уже другая социологическая служба, которая называется «РАМИР». Она тоже, не являясь наставным агентом, но всё-таки это приличная социологическая служба, она фиксирует снижение доверия к телевидению. Потому что телевидение полгода говорит одно и то же. А люди всё-таки, вопреки тому, чего от них хочет добиться власть, они всё-таки не совсем идиот. И они видят, что картинка реальности и картинка телевизора расходятся. Поэтому процентов на 20 снижается доверие людей к телевидению. Это тоже такая форма не явного переосмысления, а такого компромиссного варианта. Ну, я вам не верю, вы врёте. Но ведь и все врут. И западное телевидение врёт, и интернет врёт, и популярная политика врёт. Все врут, я никому не верю. И это, опять же, позволяет общественному мнению сохранить вот это комфортное состояние, что мы-то ни в чём не виноваты. Мы просто этим не интересуемся. Теперь, я думаю, ситуация стала ещё хуже. И вот это вот пассивное отделение себя, любимого, от политики государства, оно перейдёт в более активную фазу, потому что начинают сказываться санкции. Люди начинают ощущать, что действительно цены растут, покупательная способность падает, привычные товары исчезают. Плюс к этому они видят весть из полей. Весть из полей неутешима. А если ещё к этому прибавят то, что говорят сейчас про мобилизацию, то это вызовет, поскольку всерьёз заденет конкретных людей на их частном уровне, заберут сына, брата, мужа. Вот если это произойдёт, а это так или иначе в той или иной форме произойдёт, потому что пушечное мясо необходимо, вот здесь уже можно ожидать и каких-то более явных проявлений недовольства. Но на это потребуется некоторое время. Это не будет ни завтра, ни через неделю. Это будет, я думаю, к зиме поближе, к Новому году. Пока пропаганда с грехом пополам своими функциями справляется, но всё менее и менее эффективно. А я думаю, через 2-3 месяца этих джентльменов и дам прекрасных, телезритель будет уже выгонять из своего сознания пахучими тряпками. Дмитрий Борисович, сразу два вопроса. Так, конечно, вопросы не задаёт, но тем не менее, чтобы держать в голове обе темы. Во-первых, вы сами произнесли вот это волшебное слово «мобилизация», такой магической, его очень все боятся, как будто бы при произнесении этого слова вслух должны какие-то тектонические сдвиги в политическом процессе России начать происходить. И второе, чтобы далеко не уходить, вы сказали, что на 20% примерно снижается вот этот уровень потребления пропаганды или воздействия пропаганды на людей. Неужели эти 20%, которые остались без голоса у себя в голове, остались без генеральной линии партии, начнут сами пытаться выяснить, что же происходит на самом деле и означает ли это автоматический рост каких-нибудь протестных или как минимум оппозиционных настроений внутри страны? Мобилизация и поиск нового источника информации. Как это всё будет сплетаться в общую картину жизни в России сейчас? Ну, во-первых, мобилизация. Сам по себе термин является сакральным и отчасти табуированным. И то, что сейчас и Зюганов, и Кадыров, и ещё какие-то персонажи менее публично раскрученные начинают этот термин произносить, так же, как тот же самый Зюганов произнёс термин «война». Ещё три месяца назад, и, может быть, даже два месяца назад за название вот этой специальной операции «войной» людей сажали. Ну, если вы помните, есть муниципальный депутат по фамилии Горинов, который сидит на семь лет. Просто за то, что он назвал войну «войной». Теперь это уже называется прямым текстом. Вот это надо понимать, потому что такая специфическая политическая культура, постсоветская, зачерпнутая из советского прошлого, когда если нет имени, то нет события. Почему Путин ни разу в жизни не произнёс фамилии Навального? Потому что если он не назван по имени, его вроде как и нет. Вот это святая вера нашей власти в то, что король голый, но никто об этом не скажет, пока мальчик где-то там на галёрке не закричит об этом. Важно, чтобы мальчик молчал, чтобы он не называл действительность действительностью. Пока она не названа, люди будут говорить, что у короля прекрасное новое платье. Так вот, новость заключается в том, что термин мобилизации произнесён. И, конечно, это плохой знак для нас или для граждан России, потому что это значит, что Кремль вбросил этот термин. Его сейчас будут разминать, обсуждать, говорить, нужна мобилизация, не нужна мобилизация. Может быть, мобилизация нужна в другом плане, идти посплотиться, превратить страну в осаждённый лагерь, пустить в конвейеры, чтобы днём и ночью они работали и производили танки и так далее. Но, де-факто, проблема ведь не в конвейере, проблема в живой силе. Не хватает солдат, не хватает пушечного мяса. Поэтому каким-то образом черпать из страны новых молодых мужиков и бросать в эту мясорубку власть обречена. Назовёт она это мобилизацией или не назовёт, или назовёт как-то по-другому, это вопрос уже технического воплощения. Я думаю, что в Кремле склонны назвать это по-другому как-нибудь. Собственно говоря, Путин про это и говорит, что каждый регион должен создать по батальону или каждый олигарх должен за свой счёт создать своё собственное ополчение. Уже эти идеи высказываются. Но довольно жидко эти аргументы выглядят, потому что в мирное время те же самые регионы значительную часть своих доходов половину отдавали в Центр с тем, чтобы Центр поднимал Россию с колен, создавал самую передовую армию, разрабатывал какие-то ракеты, которые по телевизору летают со скоростью 27 махов и так далее. А теперь, когда война, он говорит, ребята, извините, от вас ждём живой силы. А зачем тогда нужен Центр? Для того, чтобы вдохновлять, направлять и проигрывать военные конфликты на поле боя. Так что ли? Так что я думаю, что от той или иной степени артикулированной кампании по привлечению живой силы мы никаким образом не отделаемся, потому что без этого эта война поддерживаться не может. Как это будет названо, это мы с вами увидим. Да, новые слова они придумывают регулярно, но и регулярно в последнее время осуществляет разного рода репрессии. Леонид Гозман, собственно, человек, за которого всерьёз зялись в российской власти. Ему выписывают срок за сроком, арест за арестом. Расскажите, пожалуйста, что мы наблюдаем? Ну, то есть сложно представить Леонида Гозмана, я не знаю, там, не знаю, лидером несистемной оппозиции, который говорит, что надо идти и брать Кремль. Что происходит? Почему такое давление на человека, который раньше, по крайней мере, признавался, что называется, знаете, такой оппозицией, которую можно даже в телевизор пускать? Что за изменение отношения и что за усиление репрессий, на ваш взгляд, происходит? Гозман не изменился. Он как был противником путинизма, так и остался противником путинизма. Изменился путинизм. Раньше он чувствовал себя лучше, он не кашлял и не чихал, и он мог позволить себе запустить к Савовьёву Гозмана. Эта история кончилась года два назад. А сейчас Гозман становится просто угрозой для этого режима. И то, что с ним делают, это не только акция против него. Это акция в расчёте на то, чтобы запугать всех остальных. Началось это всё, конечно, с Навального, продолжилось Владимиром Карамуровой, потом Илья Яшин, вот тот же Горинов, который сидит, и Гозман тоже. Гозман – человек в летах, человек нездоровый, человек известный. Поэтому вокруг него, слава богу, существует сфокусированное общественное мнение. Поэтому, с одной стороны, к нему не прикладывают какие-то вот уж совсем зверские сроки, такие как к Ивану Сафронову или Бориного. А в то же время его не отпускают. Человек отсидел 15 суток, он вышел, ему дали вздохнуть свежего воздуха в течение нескольких часов и опять посадили на 15 суток. Что будет через следующие 15 суток, мы опять увидим. Конечно, это давление и на него, с тем, чтобы он сломался. Вот это, я думаю, зря. Гозман, ему и руку в свое время полиция ломала на протестных митингах. Его уже четвертый раз, по-моему, сажают. Это человек, который не ломается. Но сигнал совершенно понятен. Сидите, бойтесь, не выступайте. Иначе, если с Гозманом, который, в общем, пользуется международной известностью, можно так, то с вами можно будет еще и страшнее. Логика предельно понятна. Значит, чем жестче репрессии, тем хуже у власти идут дела. И наоборот. Чем хуже дела идут у власти, чем жестче репрессии. Тем тотальнее облава на мальчиков, которые могут сказать, слушайте, а президент у нас голый, воевать-то он не умеет. И экономику-то он держать на плаву тоже не умеет. Несмотря на все очень убедительные слова, произнесенные с экрана телевизора. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...